Час Делягина О, опять 25 за рыбу деньги, да? Да, как там Ахматова писала Ах, если бы только не август, не чертова, это пора У нас как-то вот со времен ГКЧП приклеился к августу такой эпитет черный Ну и до ГКЧП были негативные события в 90-м году, я помню Вывели в Подмосковье десантные танки на учения Да, вести шок был, по Подмосковью танки бродят, десанты на ветвях сидят, а дальше Вот, но, но, мы остаемся крестьянской страной И что бы это значило? Горожане в четвертом поколении справляют свадьбы массово в то время, когда Четыре поколения назад завершались пассивные работы или уборочные работы Мы живем до сих пор в крестьянском цикле, во многом И что такое август? С одной стороны, это время отдыха для горожан Для крестьян это страда До Петра Первого, Новый год начинался когда? Первого сентября До сих пор у нас Новый политический год начинается первого сентября Мы в этом отношении, политический класс, бороды себе, как Петр Первый, так и не обрел Может быть, Кончита Вуст поможет Какая-то знаменитая фраза Будь мужиком, поври бороду Но, но Есть и объективные причины Время каникулы, все люди расслаблены Даже Газдума уходит на каникулы Обратите внимание, пробки спадают в Москве, когда Газдума уходит на каникулы Их много депутатов Тогда наступает лето, потому что депутаты, лоббисты, люди связаны с принятием решений, корпорации Дальше по списку, хоп, деловая активность закончилась, все уехали Это в 1994 году город был пустой уже в середине июня, когда все уезжали на дачу, уезжали к морю Сейчас, с одной стороны, люди бедные, далеко не уедешь Очень многие не отдыхают совсем, потому что нет денег на отдых С другой стороны, цикл принятия решений В реальности их жизнь активно начинается с возвращения в Думу с каникул Это середина сентября Но подготовка к этому энергичной начинается с начала сентября А дальше возникает вопрос, а когда готовятся, они должны уже жить в новой психологической, политической парадигме Поэтому все, что происходит, происходит в августе Первая половина августа – это время для принятия стратегических решений серьезными людьми Серьезными группами Даже глобальным бизнесом Они тоже Они там тоже остались крестьянами Не нужно думать, что они самые передовые В середине, в первой половине августа решения принимаются Начиная с середины, они не исполняются Опять же, если вы хотите сделать какую-то грандиозную гадость Нужно делать, когда все в отпусках Когда у нас МММ обанкротилось? 20, по-моему, 7 июля Или 24, в общем, конец июля 94-го года Пошелся А при этом некоторые события развиваются опережающими темпами Например, в этом году август начался 17 июля Когда разбился малазийский Боинг Вернее, когда украинцы, с моей точки зрения, уничтожили малазийский Боинг Чтобы повесить вину за это на нас Или, как минимум, чтобы обеспечить перемирие для разбора ситуации И под это перемирие перегруппироваться, вывести войсское закружение В общем, сделать то, что они сделали в прошлой перемирии Так что, да, август начался на две недели раньше Так бывает Ну, у нас еще и метро Трагедия в метро Ну, метро – это авария Во-первых, жарко Жарко Жара плохо действует на механизмы Жара плохо действует на людей Строители поторопились Люди, которые обеспечивали, поторопились И в ситуации, когда все сделано на соплях на живую нитку Потому что гениальные маркетологи и эффективные менеджеры рубят косты Извините, как это называется Ну, в переводе на русский язык Снижают себестоимость процесса Не обращая внимания на технологические ограничения Это полное развертывание фразы «рубить косты» Вот И не обращая внимания на последствия вообще В этом отношении, да, это Очень опасная зона И когда жарко, с одной стороны А с другой стороны люди расслабляются А с третьей стороны люди утомляются А работа машиниста Это работа как космонавта, на самом деле И в машиниста набирают как в космонавта А в стрелочников набирают не как в космонавта Хотя работа ничуть не менее напряженная В общем, стрелочник это найдут Вы, наверное, уже нашли, уже под суд отдали Но, вы знаете, виноват-то не стрелочник Это как авиадиспетчеры говорят про аварии Человеческий фактор был, да Но кто довел летчика до переутомления? Кто довел авиадиспетчера до переутомления? Они должны сидеть По крайней мере, даже сидеть не меньше, чем непосредственные виновники трагедии Так что авария, конечно, чудовищная Чтобы в мирное время в городе без теракта 23 человека погибло И более полутора сотен больных Это неописуемо Ну, для меня, кстати, очень Стал показательный восторг Который это вызвало В украинских социальных сетях Причем одно дело Писали бы какие-нибудь фейки, которые сядут на зарплате Нет Пишут люди с биографией, с историей Которые известны, что они живые Они известны, так сказать, что они говорили Что они делали 10 лет назад И этих людей срывают крышу И они кричат Какое счастье мы с колец дохли Вот Для меня это не является чем-то новым Потому что я Сотнями получаю письма С угрозами физической расправы От этих уродов И все остальное Но люди, которые с этим непосредственно не сталкивались Как у них не было знакомых на Украине Или родственников Ну, далеки они от этого Для них это было сильным шоком И в этом отношении Это, конечно, очень оздоравливающий момент Потому что мы понимаем Кто нам противостоит И разного рода клоуны Которые рассказывают, что Бандера был не нацист Ну, это немножечко прочищает нас Но в целом, да, это ужасно Единственное, что есть надежда Что лимит на этот август использован И август пройдет мирно Потому что все уже было в середине июля В середине июля А вот ведь Вот эта традиция Черный август переносится На июль Это еще началось с Булгарии у нас Тоже разрушается Началось с МММ А потом Булгария То же самое Жара Туристическая перегрузка Все расслаблены И когда сделаем мы живую нитку Она располняется И тоже экономия Тоже экономия, конечно, конечно, конечно Ну, а нам нужно исполнять Режим и график программы Часа Делягина Небольшой перерыв Оставайтесь с нами, друзья Час Делягина На радио Комсомольская правда Продолжается час Делягина На волнах Комсомольской правды Михаил Геннадьевич И вот август, август, август Все-таки Что мы можем От этого августа ждать? Ну, этот август будет тихий Единственное, что, конечно, да Война на Украине И от нацистов Стоит ждать любых зверств Ведь обратите внимание Они сбили вертый самолет Они убили 295 человек Абсолютно посторонних Вообще, которые Даже, наверное, не знали Где на карте эта Украина находится Сто человек вообще Летело на конференцию по СПИДу Там, пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Какие-то еще люди Почему это случилось? Да, очень просто Их прижали Они начали проигрывать войну Их прижали серьезно Несколько бандгрупп Находятся в окружении В полной Вот на юге На границе с Россией Уже массовый переход Солдат На территорию Украины На территорию России Где не сдаются Тут выяснилось Они загнали нам 20 своих раненых Они были абсолютно убеждены Что мы их расстреляем Наши их стали лечить Ну Гуманизм, как сказали Да, из принципа гуманизма Еще и распруденция Это не наш конфликт Мы в войне не участвуем Одна из стран Отправила к нам раненых Раненые сдались Все, это Даже не военнопленные Это интернированные До конца конфликта Но если они ранены Их же нужно лечить Вот первобытный характер Нацизма Который приведен к власти Американцами, европейцами Которыми всячески поддерживаются Таков Что они искренне думали Что это хорошая провокация И сейчас расстреляют И сдали эту тему Журналисты Нацистские же журналисты Которые уже получили Заготовки Для статей Которые осталось только Кнопку нажать И они ушли в социальные сети А мы их лечим А не надо Нас лишили куска хлеба Сволочи Мне тогда должны были заплатить 500 долларов Они заплатили Я свою работу выполнил Вот все готово уже Почему мне не заплатил Такой подход Понимаете То есть люди Еще несколько дней Был бы военный разгром Полностью Скажем На границе с Брянской областью Украинские пограничники Киевские Говорят Что вообще говоря Это преступление Пограничники С границей Которые граничны с Брянской областью Сумская Черновицкая по-моему Области Украины Они полностью сняты И все направлены В горячие точки Почему Пограничник обучен Пограничник дисциплинирован Это солдат Это не бандит Это не сброд Это не призванный Парень Который не знает Куда он делся И зачем он находится Это не насильно мобилизованный Который ищет Куда бы убежать Нет Это боец Который При этом он не зверь Он солдат Он управляемый Хотя бы Да И украинские пограничники Говорят Слушайте Ну если сейчас Россия захочет Но она возьмет Киев Там вообще ничего нет Между границей Киевом Они танки на шоссе Поставят и поедут И все На этом все закончится Говорят Киевские пограничники Своим Это преступление Хоть какую-то там Сделайте загородку Им отвечают Нету загородки До последнего мерзавца Все в Одессе Где нужно держать город Чтобы он не ушел То ли к России То ли к Израилю Кто возьмет И вообще порту Франко Не объявил бы И нужно держать Восток Эта ситуация Реально На грани катастрофы Оказавшись на грани катастрофы Они устраивают Международную провокацию Они сбивают самолет Они убивают 295 человек И они Все в белом и пушистом Ах проклятая Россия Вы виноваты Но нужно понимать Что подобного рода сюрпризы Будут Они не могут выиграть В эту войну Они уничтожают Мирное население Которое под бомбежками Постепенно перестает быть мирным Это в середине февраля Можно было Говорить о федерализации Украины Какая сейчас может быть Федерализация С Донбассом Какая может быть федерализация С Луганском Какая сейчас может быть Федерализация Даже с Одессой Но никогда 2 мая не забудем И там всегда будут Взрывать офисы Приватбанков И резать Нацистов на улице Всегда Пока они там будут Физически находиться Так что Великая Украина От Львова до Тернополя Это их Объективное Историческое будущее Но им же тогда Будет некого грабить Там же нет ничего Там нет никакой экономики Куда им деваться Поэтому они держат Киев как центр Перераспределения Финансовых потоков И они пытаются Сохраниться Но поскольку Именно в августе Не будут проигрывать войну Именно в августе Нам стоит ждать Серьезных провокаций Очень серьезных Я не буду говорить Каких именно Чтобы не накликать И чтобы не дать Людям добрый совет Но меня в свое время Учили Как действовать В подобном роде Обстановке Я думаю Что американцев Учили тоже Вот Сбитый Боинг Это американский почвок Правда украинский почерк Мы не знаем В 2001 году Они сбили наш Ту-154 С детьми Которые зазравились Над Черным морем Над Черным морем Но говорят Это был несчастный случай Ну Проявление Исторической Исторической неприятия Украинского руководства Исторического Неприятия Антисемитизма Украинского руководства Ну что ж по делу Бывает такое Вот Но Я не удивлюсь Если будут Большие неприятности Не удивлюсь С другой стороны Я знаю Что все наши Компетентные органы Исходят из этого Этого ждут И на это работают На противодействие А ведь теракт Невозможно Противодействовать Когда террористы Купили взрывчатку Это все Только если Неграмотных Можно остановить Если неграмотных Их остановить нельзя А вот на уровне Подготовки Ловится все легко Через агентурную работу А чьим агентом Например Является Руководитель Службы безопасности Украины Господин Наливайченко Который правый сектор Создавал А это большой вопрос Только ли он Американский агент Или еще чей-нибудь Может он еще там Датский Или белорусский Да Вы с загадками говорите Вот Но тем не менее Август Время нехорошее Поэтому лучше Уезжать куда-нибудь На природу И культурно отдыхать Ну Народ на самом деле Ломанулся в Крым Специальный корреспондент Комсомольской правды Товарищ Стешин Там стоял в пробке Причем стоял в пробке Очень комфортно Там всякие Всякая инфраструктура Была создана Для этой пробки Вот Но то что Россия Вся ломанулась В Крым И то что Наше руководство Это себе представить Не могло Это факт Но я читаю Лекцию в Сургуте В Западной Сибири Вопрос Читаю лекцию Про глобальный кризис А вы сами В Крым поедете Говорю нет У меня работы много Я вот там Надеюсь я не вырос С женой С дочками Но это уже Так сказать Зафиксировано Поездка за год Заранее А вы не знаете Как лучше Самолетом Железной дорогой Ребят Железная дорога По территории Украины Вы о чем Ну можно купить Там на нашу сторону А потом через паром Но лучше самолетом А теперь и самолетом Проще Нет Самолет летит Через территорию России Наши самолеты Через зону Боевых действий Не летают Украинцы Объявили Бесполетную зону За 10 дней До трагедии 8 июня Объявили Другое дело Что бесполетная зона Имеет коридор И 10 километров Теоретически выше Но это же вопрос К авиакомпании Вы идиоты Вопрос к авиадиспетчерам Вы идиоты Вопрос к службе Аэронавигации Украины А вы понимаете Что у вас Несколько дней назад Збили самолет Который летел На высоте 6500 метров То есть Уже есть высотное ПВО Теоретически То есть и ваши Могут под это дело Работать И ваши противники Могут сбить Неопознанные объекты Да Уже это было достаточно Чтобы облетать По широкой дуге Я абсолютно уверен Что наши облетали Потому что наши понимают Что это такое Последний российский Санат был сбит Когда я говорил В 2001 году Наши это хорошо помнят Бодонское озеро То же самое Это тоже наши все помнят И далеко не только В Башкирии Так что Самолетом безопасно Безопасно Вот Но это был массовый психоз Мы хотим отдыхать в Крыму Туда поедем Ребят А поднимите руку Кто отдыхал в Крыму Вообще После распада Советского Союза Две руки поднимать На аудитории Точек 80 Хорошо А кто Хочет Отдыхать в Крыму Этим летом Половина поднимает руку Половина И многие еще хотят Представлять себе Какую-нибудь недвижимость Там Ну так воздух понюхать Стоит, не стоит То есть это массовый психоз Реально Чем объясняется Чем объяснить им Вы знаете Мы Особенность русской культуры Мы живем в одностороннем Семью из государства И мы Страшно ценим Любые моменты Когда государство Начинает Восполнять свои обязанности Не только мы налоги платим Но и оно на нас работает А на непонятное что И вот воссоединение с Крымом Это был момент Когда государство Исполнило свои обязанности Причем не вынужденно Как это было В случае войны с Грузией А добровольно И самостоятельно Ну что мешало Российскому государству Сказать Крым чудесно Абхазия Южная Осетия Приднестровье Вы будете Четвертой очереди Вставайте И Российское государство Впервые На нашей памяти Повело себя Как честное государство Причем Не будучи Принуждено К этому Внешнему воздействию А не выполнив Свой долг И естественно Всем хочется Посмотреть Крым стал Не просто Местом отдыха Крым стал Юридическим доказательством Он стал символом Того Что наше государство Может быть государством А не помойкой Ну а нам Надо прерваться На пару минут Мы вернемся Оставайтесь с нами Друзья Час Делягина На радио Комсомольская правда Продолжается Час Делягина На волнах Комсомольской Правды Итак Мы говорим Про август Который Стал у нас По печальной Традиции Черным Последние Десятилетия И В этом году Он тоже Не будет Похоже Спокойным А благодаря тому Что президент Путин Усполнил Свои служебные Обязанности Россия Воссоединилась С Крымом Мы получили Лишний год Стабильности Я даже еще В начале этого года Говорил Что вот Учитывая Социально-экономическую Динамику Нам гарантирована Стабильность До этого августа А дальше Неопределенно Дальше можем Сорваться В системной критике Да Это было На волнах Комсомолу И вам я тоже В том числе Это говорил Воссоединение с Крымом Сделало Две потрясающие вещи Во-первых Люди поверили Что государство Может быть Нормальным Я За границей В Хорватии На регате Разговариваю С очень успешным Бизнесменом И он говорит Ну Зато Крым наш Там рассказывают О своем столкновении С украинцами В Восточной Европе Я говорю Подождите Но вам-то что с этого Вы туда отдыхать Не поедете Вы там никогда не были Ну Зачем Сдался вам этот Крым Он говорит Не Ну как Наше государство Показало Что оно Один раз Может быть Нормальным В отношении Крыма Черт его знает Может быть Оно еще Через некоторое время Станет нормальным В отношении меня Как бы Пример-то есть Прецедент случился Это настроение Очень сильно И это уважение Государства Которое вдруг Без всякого Принуждения Со стороны Совершенно неожиданно Для людей Исполнило Свои обязанности Вот накануне Воссоединения С Крымом Меня люди Просто на улице Останавливали Незнакомых Спрашивали Ну что Наши Крым-то сдадут Я говорю Да не Не должны Упаси Боже То есть Это вот реальный разговор Вот здесь Вот По улицам я хожу Вот И люди ждали И люди боялись Что опять Предадут всех Как это бывало Много раз И вот Нарушение традиции Предательства Создало кредит доверия Ну вы знаете Как у Ельцина Был После распада Советского Союза В конце 91-го года Да С этим кредитом Можно сделать то же самое Что сделал Борис Николаевич С той же степенью цинизма Ломать не строить Это другое дело Но кредит доверия Нас будет держать По крайней мере До августа Следующего года Стабильность Плохая Деградирующая Реальные доходы Населения Падают У нас в июне Показали Что у нас снизилась Реальные доходы Населения Спасибо Росстату Он признал то Что любой уличный торговец Знает весь последний год Причем на своем собственном кармане Ну Лучше поздно Чем никогда Но несмотря на это Год у нас есть А с другой стороны Что случилось Замечательно Наша либеральная тусовка Ей же нужно Как-то относиться К Крыму Наша либеральная тусовка Без всякого принуждения Сама добровольно Взяла руки Жирный маркер И вычеркнула себя Из России Жирной черной чертой Понимаете Люди Которые выступили Против Соединения России Из Крыма Люди Которые выступили За резню В Крыму Потому что Альтернатива была такая Люди Которые выступили За натовские базы В Крыму Люди Которые выступили За вторую нацистскую Окупацию В Крыму Они могут быть умными Или глупыми Они могут быть Хорошими Или не очень Они могут быть Разных Телетических взглядов Разной степени Грамотности Но они не имеют Ничего общего К Российской Федерации Немного раз Журналисты В разных Либеральных СМИ Говорили Одну и ту же фразу Я здесь Только потому Что есть возможность Свободного выезда Если вдруг Начнут подвинчивать Гляньки Я немедленно отсюда И говорю Родные А что ж вы здесь живете А раз вам здесь Так плохо А если вы говорите Домой в Иерусалим Съезжу Или домой В Финляндию Съезжу Что ж вы здесь Делаете Что ж вы здесь Мучаетесь И говорят Ну как Мы только здесь Можем зарабатывать деньги Нигде больше Мы не нужны И искренние люди Говорят Совершенно откровенно Причем Их Есть часть Циничная И умная Которая понимает Свою половину И говорит Ну Слушай Мы умеем Только рассказывать Какая плохая Россия Нигде Кроме России Это умение Не востребовано Зарабатывать деньги Можно только здесь Естественно Вот И эти люди Вычеркнули себя Из России Жирной чертой И соответственно Навальный Может поднять На митинг Уже Не 40 тысяч Это было год назад А 4 тысячи человек Потолок Это было доказано На Манежной площади Когда пришло 300 человек Ну было много Сопутствующих Негативных обстоятельств Но в целом Лимит 4 тысячи Сегодня Все Они выжигнули себя Из России навсегда И в силу Ситуации с Украиной Они тоже вычеркивают Себя из России навсегда Потому что Понимаете У нас есть пропаганда У нас никто Не любит официальную пропаганду Мы ей не верим Но у нас у всех есть Родственники Знакомые Друзья Друзья и знакомые Родственники Родственников Понимаете Я охотно верю Что Первый канал Условно Говорит мне неправду Но когда мне Мои бизнесмены Из Восточной Сибири Рассказывают Как они эвакуировали Своих родителей Из тихайшей Полтавы Где вроде бы Никакого террора Никаких убийств Никаких грабежей Ага Никаких убийств Никаких грабежей Расскажите это Первому каналу Он про это не знает А люди из Восточной Сибири Знают Потому что не спасали Оттуда своих родителей Представил Это не пропаганда Это жизнь И мы это знаем Когда нам рассказывают Про ватников Москалей Ну что поделать Мы люди культурные Потому что Если западенец Будет подыхать на улице Я руку помощи Протягивать не буду Я знаю Что это за живот Вот так Вот так Ну Будем надеяться Что август Да Будем надеяться Что все будет хорошо Что руку помощи Протягивать им не придется Вот Будем надеяться Что август Будет черным месяцем Для нацистов И не для нас Я надеюсь Что мы кое-что устроим Веселое И для американцев Потому что Ну как сказать Мы отступили с лордессом Публично Это не хорошо Мы оказались крайними С историей с самолетом Ну хорошо Мы обтекаем Но это же нельзя Оставить просто так Нельзя же это оставить Без ответных мер Поэтому я думаю Что что-нибудь Мы в августе увидим Радостное Для наших добрых Давних Хорошо нам известных Партнеров на западе Им тоже будет весело В этом месяце Посмотрим Как говорится Поживем Увидим И все-таки Вы сами-то куда едете Я сам еду Если брать по датам Я еду в Саратов Потом я еду в Кишинев И в Молдавию в целом Потом я еду в Испанию Потом я еду опять в Саратов И еще я буду в Брянске Скорее всего Это расписание на август Да, еще у меня одна командировка 16-го числа Я не помню куда Ну извините за памятную Слишком много командировок Да Вы знаете У меня был случай Когда я взял билеты Полетел в командировку Выяснилось Что я приехал Не в тот аэропорт И не в тот город Да Это жара Я не тот билет просто взял Не туда Нет, было холодно Ну это жизнь Это нормально Мир стал глобален Мы все привыкли Получать от этого удовольствие Ну вот у медали Есть обратная сторона Когда я прихожу В какой-нибудь Российский аэропорт Московский Я чувствую себя дома Мне хочется расслабиться Снять верхнюю одежду Полежать в ванне Я дома А когда я прихожу домой Я чувствую себя крайне неудобным Потому что я понимаю Мне отсюда куда-то сейчас лететь надо А я забыл куда То есть Когда у меня нет полетов Я понимаю, что я забыл И это нужно срочно вспомнить Потому что иначе будет плохо Но мир кризис Мир ломается Всем интересно Как он будет ломаться И люди, которые как раз изучают Процесс разламывания Они, к сожалению, востребованы Я бы очень дорого дал За то, чтобы была тишь Гладь Божья благодать Чтобы у нас было 15-летнее Надежное планирование И на разговоры о кризис Сразу отправили к Новодворскому Очень бы хотелось Да Но не получается И поэтому Август тоже Август месяц у нас опасный Причем август расширенный С 16 июля по 11 сентября Это нужно понимать Но не нужно бояться Потому что Как знают те, кому Кто еще учился в школе Ну что, огромное количество людей В школе уже не училось Земля вращается одновременно Вокруг своей Си И по эллиптической орбите Вокруг Солнца Если смотреть это в процессе Получается, что А. Мир летит в тартарары И Б. Это его постоянное Нормальное состояние Самый древний письменный источник Который расшифровали Египетской цивилизации Звучит так Молодежь отбилась от рук Перестала соблюдать Обычки слушать старших И от этого Безусловно Миру скоро придет конец Весь вопрос в том Что понимать под словом Скоро Да Уже много веков прошло Много тысяч лет прошло Да Будем надеяться Что и этот август Будет Если посмотреть на сегодняшний Египет То молодежь в общем-то Не изменилась Она опять не соблюдает Правила обычаев Не в случае старших И от этого опять происходит конец Еще страшного Постоянные изменения На самом деле Это новая стабильность Просто поймите Что то что мир меняется Как в калейдоскопе Это просто новое качество стабильности Раньше стабильность была Что все по старому А теперь стабильность Что все меняется Все таки черт Уже четверть века А если вспомнить товарища Соломона То сколько там Две с половиной тысячи лет На этом программа завершается На мудрых словах Соломона Счастливо Счастливо Удачно всем вам август Всего доброго Час Делягина На радио Комсомольская правда Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова